Знаете, оказалось то, что моя семья, она родом из границы между, место на границе между Латвией и Литвой. Вот, и я как раз выяснил, что отсюда место хорошее, все, переезжаем в Латвию. Да, почему нет? Есть же у человека свобода выбора, может любой человек переехать в Латвию, например, да, Елена Дар, если захочет, она на своем, он Майвей на своем пути, значит, захочет она переехать и переедет, правильно? Кто ее остановит? Никто не остановит. Владимир Косятьевич тоже, наверное, всем управляет Всевышний. Рад всем управлять Всевышний, какая разница, где жить. Все, Дамир Партнер давно это понял, и он сейчас как раз, Дамир Партнер ездит по миру, правильно? Жился в Казахстане, а сейчас человек мира живет, ездит по миру. Хорошо, значит, мы продолжаем изучать пути праведников, да, отход с Адитим, потому что если ты праведник, тебе везде хорошо, а если ты неправедник, то тебе везде плохо. В Вильнюсе дочка учится, у Дамир, ух ты, я вот как раз в Вильнюс поеду завтра, завтра еду в Вильнюс, и послезавтра вылетаю оттуда в Израиль, с вашей помощью, так что интересно, когда все устроено. Хорошо, итак, мы узнали, сейчас у нас идет, мы изучаем качество радости, что у праведников есть такое качество радость, и мы изучаем, как эту радость развивать, есть радость вредная, вначале мы начали, узнали вредные стороны радости, да, например, радость, радость от алкоголя, такое алкогольное сильное опьянение, да, оно считается не очень хорошей радостью, радость, есть вид радости, не буду повторяться, которые не очень хорошие, и есть радость, которая, да, хорошая, которая человеку помогает, но есть опасности, когда человек, например, очень становится зависимый от источников радости, и мы прошли, очень это было полезно, лично для меня, 8 сфер, в которых человек должен уповать на Всевышнего, то есть, когда человек уповает на Всевышнего, то есть, он уверен во Всевышнем, то тогда у него наступает вот эта радость, потому что человек, который не уповает на Всевышнего, да, у него нет уверенности в завтрашнем дне, что Всевышний ему обеспечит завтрашний день, то тогда такого человека, он беспокоится, то есть, он пытается тогда все его силы душевные и все его нервы, да, уходя на то, чтобы беспокоиться о завтрашнем дне, а если я уверен, что Всевышний мне сделает все хорошо, Завтра и в вечности То отлично Есть 8, вот это для меня была очень такая понятная история Первый человек должен уповать в вопросах здоровья Что даст Бог день, даст Бог здоровья Все будет хорошо Но делать при этом, вести здоровый образ жизни Но не беспокоиться за завтрашний день Второе, это даст Бог день, даст Бог пищу За деньги, за парносуда Чтобы было деньги Даст Бог здоровья, даст Бог заработок Все будет хорошо Третье, за своих близких Да, многие переживают за близких Как, что, где будет Вот я недавно разговаривал с одним человеком Он очень такой угрюмый Я говорю, о чем ты, что такое угрюмый-то, да Что ты такой грустный А он говорит У меня, говорит, неясные перспективы Поэтому я грустный и угрюмый Так, если у тебя неясные перспективы Ты должен быть радостный и веселый Почему ты, если у тебя неясные перспективы Ты грустный и угрюмый Потому что для одного человека неясная перспектива И он полагается на Всевышнего Значит, он думает, ну мне неясно Но я думаю, что что-то меня ждет очень хорошее Как, знаете, подарок какой-то Что-то мне Всевышний подготовил очень хорошее А для другого неясная перспектива Которая не полагается на Всевышнего А полагается на себя А у него сегодня тоже нет сил улучшать свою жизнь Он ничего не улучшает Так он думает, мне, наверное, в будущем Если я на себя полагаюсь То тогда мне вообще неясно Ну, вернее, даже ясно, что будет что-то не очень хорошее Если я думаю, что Всевышний хочет мне что-то плохое То есть он как бы Всевышнего судит Не очень с хорошей стороны Значит, понятно, он ожидает Что и будущее у него будет не очень хорошее И понятно, что он угрюмый тогда Но это все он создал своим отсутствием бетахона То есть отсутствием полагания на Всевышнего И отсутствием веры в то, что Всевышний добрый Значит, первое Нужно полагаться на Всевышнего И верить, что Всевышний даст тебе здоровье Второе Значит, нужно полагаться на Всевышнего Что Всевышний даст тебе пропитание Третье Нужно полагаться на Всевышнего В вопросах семьи, родственников Что все с ними тоже будет хорошо Четвертое Нужно полагаться на Всевышнего В вопросах твоего личного служения Всевышнему Потому что вот тут как раз Человеку непонятно, сможет ли он служить Всевышнему по-настоящему То есть быть намеренно двигаться в сторону Всевышнего Пятое, сможет ли он служить и помогать другим людям Потому как Бог сказал, быть добрым, веселым Значит не говорить гадости про других людей Не каждый это сможет Тут надо полагаться на Всевышнего И получается седьмое, полагаться, что Всевышний в этом мире все будет хорошо В материальном мире, но при этом он не заберет награду с будущего мира И восьмое, полагаться на Всевышнего, что уже в нашем поколении Значит мир исправится и придет Мессия, Машеах придет В скором времени в наши дни придет Машеах И мы увидим Третий Русалимский храм и Машеаха Это восемь направлений, где надо полагаться на Всевышнего Но что, ну что, он здесь пишет Значит, упование на Всевышнего, оно приводит человека к радости Значит, если я уповаю на Всевышнего, значит я буду радостный Но он пишет, ну чтобы уповать на Всевышнего То есть упование на Всевышнего, бетахон, это ключ к радости Но к бетахону ключ, это иммуна, вера Потому что если я не верю во Всевышнего, то на кого я буду полагаться Если я не верю, что Всевышний добрый, то если даже я на него полагаюсь То может он мне сделает что-то плохое Если я не верю, что будет у меня все хорошо То есть ключ ко всему вот к этому упованию, это вера Он говорит, конечно, упование невозможно без веры Говорит автор этой книги Почему? Значит, написано в псалмах Девятый псалом, можете открыть, одиннадцатый отрывок Псалмы Давида И уповают на тебя знающие имя твое Значит, юдейшмеха, да, я не помню, как первое слово То есть те, кто знают твое имя, те, кто знают про Бога Они могут уповать на Бога Как можно, вот тут интересно Когда говорят про веру Значит, что важнее, вера или знание Если я что-то вот знаю Вот это очки, например, да, мне нужна вера, что это очки Мне вера не нужна, что это очки Я знаю, что это очки, правильно? Теперь, а нужна ли мне вера в то, что, как их сделали? Я же не знаю, как их сделали И вот тут связь между знанием и верой Она очень, очень прямая связь То есть, если я знаю про Бога То я могу поверить в это знание Если я не знаю, я не могу даже в него поверить То есть, знание – это некая структура А вера – это то, чем я наделяю это знание Как такой бетон Которым я поддерживаю моя уверенность, что это истина То есть, давайте еще раз разберемся, чтобы было понятно Вот, я вам говорю Есть такая страна Буркино-Фасо Значит, ну действительно она есть Может для некоторых это неожиданно Но есть такая страна Буркино-Фасо И есть такая страна, например Значит, ну Буркино-Фасо остановимся, да? Теперь в Буркино-Фасо живут люди, которые Которые говорят на языке Вот тут я уже не знаю, на каком языке они говорят Вообще не знаю И возможно, что этот язык пришел к ним Откуда-то, про что я даже не слышал То есть, есть знание, которое ты узнал Есть знание, которое ты знаешь, что ты его не знаешь А есть знание, которое ты даже не знаешь, что ты его не знаешь Оно от тебя где-то вообще То есть, ты даже не знаешь, что ты его не знаешь Теперь любое знание, которое мы получаем Например, знание о Боди, о духовном мире оно нуждается в вере. Почему? Духовный мир, по определению, он духовный. Он не воспринимается органами чувств. Знание о духовном мире мы получили от пророков, которые получили это знание из духовного мира. Были специальные люди, которые получали этот сигнал из духовного мира, и они его пытались, вот я сейчас пытаюсь, вещи, которые не конкретные, такие абстрактные, вам передать на русском языке какими-то словами, и мне тяжело подбирать слова, когда я говорю о чем-то абстрактном, да, таком. Но все, что мы говорим о духовном мире, это первое абстрактное. Второе, нуждается в вере. То есть, что такое вера? Вера, это я внутри себя устанавливаю, или это я считаю, это правда, это истина, или это не истина. Так вот, вся духовная жизнь человека, она построена на вере. То есть, и получается, что бетахон, вот эта уверенность во Всевышнего, она невозможна без вот этого умения управлять своей верой. Дальше он пишет такую вещь. Он пишет вещь, что вера есть, например, начало закона. То есть, если он верит во Всевышнего, что есть Творец Мироздания, то есть, он в это верит, значит, в зависимости от силы своей веры, будет у него выполнение заповеди. Потому что один человек говорит, я в Бога верю, а в заповеди не верю. То есть, что это значит? Он говорит, смотрите, я в своей вот этой вот голове, я так расставляю акценты, что да, есть хозяин мира, он точно есть. Но то, что он от меня хочет, то, что мне говорят те же люди, которые мне рассказали, что Бог есть, я уже, что что-то надо делать, уже я не хочу в это верить. Не то, что он не верит. Он говорит, мне неудобно в это верить. То есть, я от одного и того же человека, который рассказал мне про Бога, я про Бога услышал и говорю, да, хорошо, Бог есть. А надо что-то делать. Нет, это уже я не верю. Как это так? По факту, если перевести его язык, то он не хочет верить в то, что надо что-то делать, или что чего-то делать нельзя. Но ему удобно верить в то, что есть Бог, который, например, который. А дальше у каждого после слова «который» есть двоеточие. И дальше каждый описывает Бога, как... Вот тут мы пришли к бетахону. Богу одного, например, Эмма Дрейзин, она может верить, например, что Бог, Творец Мироздания, ее любит и ей приготовил что-то хорошее. И раз она полагается на Бога, что Он ее любит и приготовил ей что-то хорошее, то ее внутренний мир и связь со Всевышним наполнен вот этим вот позитивом. А кто-то, например, да, другой человек, он говорит, нет, я, например, верю, что Бог, он ничего вообще про меня не думает. Вот Эйнштейн, например, он говорит, я не верю в личного Бога, да, то есть Бог, который имеет вообще ко мне какое-то отношение. То, что есть Творец Мироздания, да, я верю. А то, что ему есть дело до какого-то Эйнштейна, вообще я не верю. Вот такой был Эйнштейн. Теперь, значит, был такой пророк, а вот тут он приводит пример интересный. Воры и грабители перестали бы воровать и грабить знание, что их убьют за воровство и грабеж, и они не смогут спастись. Но воры и грабители полагают, что спасутся, поэтому делают то, что им хочется. Зная, веря в неизбежность наказания, которая его ожидает, злодей не грешил бы. Получается, что весь смысл Торы состоит в вере, как написано, что цадик бы ему на то их е. Цадик живет своей верой, это Хавакук, пророк Хавакук сказал это. Авраам в свое время поверил Всевышнему и так далее. То есть есть вот это вот понятие, которое называется понятие веры, и народ Израиля поверили в Бога и в Моше, его раба. Значит, все во внутреннем мире человека построено на вере. Тут он приводит такую интересную вещь. Значит, каждый, принимающий одну заповедь с верой, достоин, чтобы его осенил дух пророчества. Значит, то есть, еще раз, что мы сегодня узнали? Мы узнали, что есть ощущение радости, это уже результат, не те результат. То есть, качество радости, которое, ну, понятно, что это хорошее качество, если человек внутри рад, это, ну, это прекрасно, вообще супер качество жизни. Значит, вот эта радость зависит в основном от бетахона, насколько человек полагается на Всевышнего, что у него будет завтрашний день позитивный. Потому что, ну, завтрашний день – это абстракция, то есть, чистая абстракция. Никто не знает, будет ли завтрашний день, каким он будет. Есть миллион вариантов, множественные вариации, каким будет завтрашний день, потому что это зависит от решения дня сегодняшнего. И, но решение дня сегодняшнего, вот смотрите, я, например, завтра еду в Вильнюс, так я для себя решил. Ну, я же могу вообще, в принципе, решить полететь в Тбилиси. То есть, у меня деньги есть, я, самолеты в Тбилиси летают. У меня сегодня, значит, один мой приятель летит в Тбилиси вечером, сегодня улетает в 11. Мне завтра ехать в Вильнюс, а из Вильнюса мне лететь в Израиль. А если я сегодня полечу в Тбилиси, а полечу потом из Тбилиси в Израиль. А вариант теперь, но я же планировал в Вильнюсе пойти на Модилу Виленского Гаона. Там похоронен великий праведник, и у меня был план помолиться на Модиле Виленского Гаона. И, ну, как бы, Виленский Гаон был один из самых за последнее поколение великих раввинов, который знал всю Тору. Как раз на его молитве, на его Модиле очень хорошо молиться за то, чтобы тоже знать всю Тору, постигать Всевышнего, понимать. Очень, у меня был такой план. Но почему у меня был такой план? Потому что я верил, что мне эта молитва поможет, я и сейчас в это верю, в том, чтобы получить то, что я хочу. А что я хочу? Я тоже верю, что то, что я хочу, это будет мне хорошо. То есть вся жизнь человека построена на вот этих вот предположениях, каких-то идеях. И вера, которая эти предположения делает в его внутреннем мире реальностью. Теперь, ну, так как у человека есть божественный внутри дух, у всех людей есть божественная связь со Всевышним, то получается, Бог творец всего мироздания, а человек творец своей жизни. Если я верю, что мне это будет хорошо, то я начинаю в этом направлении двигаться. Понятно, да, идея? Теперь еще раз вернемся, чтобы четко понять схему. Значит, есть радость, это то качество, над которым мы работаем. Бетахон – это неизменное обязательное условие, чтобы быть радостным, быть уверенным, что завтрашний день будет хороший в восьми сферах. Мы изучили в восемь сферах. Значит, на себя же я не могу полагаться, что он будет хороший. Ну, человек, любой нормальный человек понимает, насколько мало он влияет на окружающий мир, на других людей, на все события. То есть, поэтому сказать, или я говорю, что мой завтрашний день – это хаос, который вообще непонятный, или я говорю, нет, секундочку, что значит он непонятный? Все понятно, только есть Бог, который… Он глобально, вся вот эта система – его. И он, Бог, он дает мне завтрашний день. Теперь, если я хочу быть радостным, то я полагаюсь на Всевышнего, что он мне даст хороший завтрашний день. То есть, хороший у меня будет завтрашний день во всех сферах. Я полагаюсь. Но мне для того, чтобы полагаться на Всевышнего, говорит автор, нужно развить в себе то качество, которое называется эмуна, вера. Потому что, так как завтрашний день – это, как говорили в Харькове, вилами по воде писано. То есть, вилами по воде непонятно, да? Или назвали, что, значит, когда человек говорит, я сделаю то-то-то-то-то, я тебе обещаю, значит, что я тебе это сделаю, там, или что-то. Так, в Харькове говорили, это, говорит, ты сейчас мне обещаешь завтрашний дым завода Малышева. Там из завода Малышева все время шел дым из труб. И ты мне сейчас, вот то, что ты мне рассказываешь, это дым завода Малышева. Я слышал в детстве такое выражение. Ну, то есть, о чем ты вообще говоришь? Это, как ты можешь, как царь Самон формулировал в притчах, он говорит, не хвали завтрашним днем, ты не знаешь, что он несет. Что ты еще-то хвастаешься завтрашним днем. И он же говорил, что все в этом мироздании, эвелевелим, пар паров. То есть, это как раз, очевидно, те, кто говорили про завод Малышева, они цитировали харьковский вариант экклезиаста, да, хотя на русский переводят суета-сует, но на самом деле там пар паров, говорится. То есть, получается, давайте еще раз поднимем итог. Чтобы быть радостным сегодня, нужно верить, что завтра будет обеспечено. Чтобы верить, что завтра будет обеспечено, нужно верить в Бога и, значит, верить, что Бог добрый тебя любит. Но если ты веришь в Бога, и ты веришь, что Бог добрый тебя любит, ты не можешь верить в Бога, но не верить в заповеди, которые тебя с ним связывают. Поэтому нужно верить в Бога, верить в Его заповеди, соблюдать заповеди. Все очень просто. И тогда, значит, если человек, а теперь вновь обратимся к предмету радости, верующий всем сердцем и уповающий на помощь Творца, то есть уповающий, мне не нравится слово, на еврейском бетахон, бутех, уверенный, просто бетахон, он как бы, он верит, что Всевышний будет ему помогать. В бетахоне, в слове бетахон, гарантия, да, это такое гарантированное, позитивное получение чего-то. Так тот, кто бутех башем, тот, у него есть бетахон, он уверен, что Бог ему будет помогать. Всегда радуется, так такой человек, он действительно всегда радуется, он верит, что Бог ему будет всегда помогать и терпит всякое страдание, но при этом дальше он продолжает, и терпит всякое страдание, подобно больному, который ради исцеления принимает горькие лекарства. То есть, а если к нему приходит что-то сегодня, какое-то страдание, он говорит, это к лучшему, я точно знаю, это к лучшему, он не расстраивается даже сегодня, если есть какое-то страдание. Смотрите, если он сильно верит, что завтра будет хорошее, а сегодня ему что-то приходит не очень хорошее, то он верит, как больной, который принимает таблетки и верит, что эта горечь или операция принесет ему завтра облегчение. Также он принимает даже какие-то неприятности с радостью. Он свободен, такой человек, от суетности мира и удовлетворяется малым. Он говорит, мне достаточно того, что уделил мне Создателю. Взгляни, увидишь, все содержит в себе радость. Почему? Потому что человек, который беспокоится о заботах этого мира, он не имеет покоя в сердце своем во все свои дни, заботясь о заработке и не удовлетворяясь тем, чем наделил его Всевышним. А тот, тот доволен своей долей, он богат, даже если у него нет достаточно денег, потому что он радуется Всевышнему. И вот эта вот радость Всевышнему, она была присуща праведникам, как говорится в псалмах, что мой удел Всевышний, говорил царь Давид, Всевышний мой удел и доля моей участи. Значит, также в псалмах написано, да возрадуются сердца тех, кто стремится ко Всевышнему. И пишет он, содержится, это достоинство содержится в душах праведников, пребывающих в совершенном наслаждении служения и великой радости их отрешенного уединения. Как сказано в псалмах, радуйтесь Всевышнему и веселитесь праведники и пойте все прямодушные. То есть получается такая вещь, что человек, который, у него есть вот это вот качество, бетахон, вера во Всевышнем, что все будет хорошо, что Бог его любит и все, его наполняет радость независимо ни от чего, то есть чего ему волноваться, чего ему вообще беспокоиться, все ему хорошо. И его накрывает такая радость, для которой люди бегают, стремятся, что-то они делают, волнуются, переживают, куда-то ездят. Я решил, я вообще никуда не поеду. Ни я не поеду, ни в Вильнюс не поеду, ни в Тбилиси не поеду. Я, значит, в Риде останусь. Почему? Потому что, а чем мне куда-то ехать? И так все хорошо. Сижу себе здесь спокойненько, смотрите, интернет быстро есть, есть, еда есть, есть, молиться, вот только помолился, есть. Сейчас вот мы поедем покушать, есть где покушать, оказывается, тоже, все есть, все. И полечу в Израиль потом. Итак, сказал царь Давид, радуйся словам твоим, как нашедший великую добычу. То есть в 119-м псалме, 162-го отрыва, вы можете открыть. Царь Давид, царь, а он говорил, что радуйся словам твоим, словам Всевышнего, как нашедший великую добычу. Значит, обычный человек, он, ну там, отправляется за добычей в какой-то, да, люди идут на войну. Но это страшно вообще, представляете, вот некоторые люди идут там на войну за деньги. То есть он же знает, что его убьют. Или там человек идет грабить, или идет грабить банк. Но все равно же у него есть предположение, что его поймают, и убьют, и посадят. Он думает, да не пролезет, зато сейчас денег как украду, и пойду в казино, и проиграю все. И что? Или там, накуплю наркотиков и убьюсь. Зачем? Ну, зачем тебе все эти сложные вещи, если царь Давид, он говорил, радуйся словам твоим. Открываешь псалмы, начинаешь читать. Радуйся словам твоим, как нашедший великую добычу. Исполняющий заповеди с радостью, тем самым вознаграждается в тысячу раз больше, чем тот, для кого заповеди абуза. То есть есть люди, которые уже читают псалмы, и они думают, да что ж такое, я читаю их вообще без остановки, читаю, читаю. А у меня нет радости. Именно, значит, что-то здесь надо подрегулировать в вере. Потому что человек, который верит, что он сейчас занимается лучшим, что может быть, он своей верой открывает вот эти шлюзы. И человек, который думает, что ему будет хорошо в казино, он же не знает, как ему будет. Он только думает, что будет так. Понятно, да? Дальше здесь пишет автор этой книги, что когда человек наполняется радостью от выполнения заповедей и от изучения Торы, то тогда он преуспевает на всех своих путях и приобретает доброе разумение. Ему открывается какой-то вообще новый мир. И Всевышний наделяет его духом пророчества, и сердце его радуется, и исполняется любовью ко Всевышнему, и его душа веселится. И он открывает ему все тайны, позволяет ему новое открытие, потому что он боится Всевышнего, он прямодушен, и разумение, великая мудрость входит в него. А в этом сказал царь Шломо. «Моя душа вышла из тела, когда говорил Всевышний». Дальше он говорил в притчах 23 глава 16 отрывок, что моя суть, внутренности мои радуются, когда уста произносят правду. И царь Давид говорил, что благословляет душа моя Бога. То есть система работает так. Всевышний осеняет своим присутствием лишь из радости, в состоянии радости. Пророки, они не могли пророчествовать, когда они хотели, а они, значит, уединялись в радости и веселье. Ибо пророчество не осеняет ленивых и угрюмых. Оно пророчество осеняет радостных. Понятно, да? Значит, все. Нам теперь понятно, как стать пророками. Значит, тот, кто пророк, он знает все, он знает, что будет, что было. Ему вообще открыты все тайны. Теперь мы знаем точно, как стать пророками. Все очень просто. Нужно верить во Всевышнего, полагаться на Всевышнего, получать огромную радость из изучения Торы. И в этот момент человека накрывают, он как бы переходит на следующий уровень своей близости со Всевышним, и ему открываются все тайны. Все, значит. Теоретическая часть закончена. Сейчас начинаем действовать, начинаем радоваться, полагаться на Всевышнего, верить во Всевышнего и выполнять его заповеди. Все. Мы поняли, как достигнуть высших ступеней соединения со Всевышним. То есть, радость, она является индикатором. То есть, видите, как мы начали. Качество радости – это индикатор. Как к нему прийти? Через бетахон и веру. Значит, есть у тебя упование на Всевышнего, которое дает тебе радость. Оп, уповаешь. Чувствуешь, не могу уповать. А как ты узнал, что ты уповаешь? У тебя включилась радость, ты перестал беспокоиться о завтрашнем дне. Не включается радость. Значит, у меня бетахона не хватает, что все будет хорошо. А почему у меня не хватает бетахона? Потому что у меня не хватает веры во Всевышнего. А как мне усилить эту веру? Значит, мне нужно узнавать о Всевышнем и верить. Вот как усилить веру? Мы как бы пришли к тому, как же мне усилить веру? Как мне усилить веру? Я думаю... Я думаю... О, Дамир, молодец. Я сейчас пойду тоже... Все-таки Дамир меня сейчас... Он меня как бы перенаправил опять на старый путь, на Вильнюс. Опять решил, я все-таки завтра еду в Вильнюс. Божьей помощью. Без ратышем еду. Значит, еще раз. Оказалось, что ключ ко всему вера. Если ты усиливаешь свою веру, значит, у тебя есть... Ты полагаешься на Всевышнего. Если ты полагаешься на Всевышнего, у тебя есть радость. Если у тебя есть радость, то она тебя присоединяет ко Всевышнему на уровне даже пророчества. И тебе приходит уже твоя вера, она становится твоим знанием. То есть уже вера это когда ты сомневаешься и ты как бы веришь. То есть ты включаешь это качество вера. Но когда у тебя появляется радость, то она, получается, веру делает уже знанием. То есть оно для тебя становится очевидным. Вот эта вот доброта Всевышнего, его... Та радость, которую ты получаешь от него. То есть ты получаешь то, ради чего все остальные бегают, чтобы получить это состояние радости. А ты за счет радости получил вот это состояние. В общем, сложновато мне это объяснить. Но твердая вера, благодарность, как к книге Раваруша. Тоже Раваруш, он пошел к его книге. Первая его книга была, называлась она «Сад веры». Он именно объяснял про веру во Всевышнего, как это работает. Есть книга «Сад веры» для евреев, есть книга «Сад веры» для всего мира, где он более, ну, объясняет так, чтобы для всех, не только для религиозных евреев. Есть «Сад веры», книга, если сейчас меня слышит, кто-то из наших воикры, замечательная команда. Всех огромное хочу сказать спасибо. Якову Шатадину, Грише Цибульскому, Владу Косову, Давиду, значит, всем Друбецкому, всем нашим сотрудникам, те, кто работают на воикре и обеспечивают вот эту вот всю красоту. Всем огромное-огромное спасибо. Если кто-то сейчас слышит меня, то если мы найдем книгу «Сад веры» для всех, для народов мира, и «Сад веры» для евреев, для тех, кто исповедует иудаизм, значит, это будет отлично. То есть это, ну, одна и та же идея веры во Всевышнего, но чуть-чуть разными словами. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью. Завтра, значит, мне надо провести урок и потом ехать в Вильнюс, получается. Или выехать рано и туда приедем. Наверное, я все-таки проведу урок и потом поеду в Вильнюс. Вот так и сделаю. Счастливо, до завтра, чтобы с Божьей помощью все, кто поддерживают воикра, все, кто друзья воикра, партнеры воикра, спонсоры воикра, и те, кто слушают уроки просто, не являясь ни друзьями, ни партнерами, ни спонсорами, чтобы всем было благословение. Всем удачи, успехов, счастливо, до завтра.